Здравствуйте, друзья! Я Елена Албул, поэт, писательница, ведущая телевизионных программ на телевидении Лид Клуб ТВ. И свои первые стихи, если можно их назвать стихами, маленькие какие-то строчки в рифму, я сочинила еще, будучи совсем маленьким ребенком. Ему читают стихи, и преимущественно это стихи Пушкина, потому что сказки Пушкина для детей, они в библиотеке каждого родителя, практически каждого родителя. Поэтому у нас каждый ребенок знакомится с творчеством Пушкина очень рано. Но в первую очередь мы должны говорить не столько о Лид Клубе ТВ, сколько о вообще вот этом большом проекте, который называется «Стихи.ру». Это интернет-портал, который объединяет огромное количество людей, почти миллион людей, которые являются авторами, они пишут стихи, может быть, непрофессиональные стихи. Но также в этом портале мы можем встретить и признанных поэтов. То есть весь литературный, живой – это очень важно. Людей могут объединять разные вещи, и не всегда хорошие. А вот здесь людей объединяет нечто совершенно прекрасное. Их объединяют стихи, их объединяет поэзия. И этот портал появился в мире задолго до появления Фейсбука и других социальных сетей. То есть представляете, насколько это уникально. Есть такое выражение, выражение очень известное. Собственно, это строка поэтической. Поэт в России больше, чем поэт. У нас действительно страна литература центрическая. И слова поэта, писателя, значит очень много. Наверное, ни в одной другой стране. Но, может быть, разве в Италии можно сравнить. Но думаю, что Россия в этом отношении страна уникальная. В 60-е годы такие поэты, как Евтушенко, Вознесенский, собирали целые стадионы слушателей. Это были стадионы не просто слушателей, а неравнодушных слушателей. Поэтические строчки все время повторялись, писались песни, люди их пели. Словом, вот эта жизнь, мы называемый период оттепели, она была пронизана поэзией. Сейчас, конечно, времена изменились. Но, вы знаете, на самом деле это ничего не меняет. Потому что те, кто составляли поэтическую аудиторию, сами теперь пишут стихи. А это значит, что без стихов-то жить нельзя. Наверняка у каждого в жизни бывают тяжелых переживаний. Или наоборот, минуты невероятной радости. В общем, такие моменты, которые мы назвали бы невыразимыми. Их трудно выразить словами. Вот тут-то на помощь приходит поэзия, потому что поэзия – это язык особенных чувств. Поэзия – это язык, который может выразить невыразимые. И здесь я говорю вовсе не только о России. Каждому человеку в мире это необходимо. И каждый человек в мире в какой-то момент чувствует, что ему поможет не просто слова, а именно поэтическая строчка. Поэзия – это концентрированное искусство. Сейчас вот в этом новом времени, в этом интернет-времени, когда все наши мысли стали очень коротенькими, когда мы пишем какие-нибудь посты в Фейсбуке из трех строчек, и это наш предел, и мы уже не можем распространить свою мысль, просто потому что мысли стали короткими. Это очень действует на нас и не может не действовать. У нас мы перестали выражать свои мысли словами, мы выражаем их теперь через картинки. Мы без конца публикуем фотографии. Правда же? Мы стали использовать вот эти эмодзи. Все это, конечно, прекрасно, а куда же делась речь? Куда же делись слова? У нас уже большая проблема сказать «я тебя люблю». Правда же? Правда? А сказать это красиво, это совсем стало трудно, потому что люди начинают терять язык. Если когда-то они его приобретали, они начинали говорить, начиная, я не знаю, с наших предков, у них увеличивался словарный запас, появлялись специальные люди, которые становились в племени такими отдельными величинами, они умели говорить больше, лучше, и вот тут появлялись какие-то народные сказания, потом появилась, и всегда, кстати, это была форма поэзии, потому что всегда был ритм, потом появилась уже собственная литература, потом появилась такая поэзия, которую мы знаем, и человек, который умел говорить красиво, это всегда был особенным человеком, и всегда ему хотелось подражать. Правда же? Точно так же было и с живописью, и с музыкой, и так далее. А сейчас мы идем по пути упрощения. И это на самом деле путь-то не очень хороший. Я еще раз хочу вернуться к той мысли, которая у нас уже прошла где-то в начале нашего разговора, о том, что на самом деле наша жизнь, наше время – это все в наших руках. Каждый из нас способен что-то немного, но изменить. А для себя он способен изменить много, да практически все. И это, конечно, нужно делать, если ты хочешь, чтобы твоя жизнь не прошла вот так мимолетно, и тебе нечего было бы вспомнить потом. Нужно чувствовать, нужно замечать, нужно видеть, нужно путешествовать, нужно смотреть, как живут другие люди. Нужно читать, безусловно, и нужно читать стихи.